Поэтому я считал, тем более, что принято заявление в главу государства, поэтому я не считал необходимым говорить об этом. Ну, корень, вопрос задается, я вынужден. Конечно, ненормальным является, когда два государства, Армения и Азербайджан, находящиеся в составе Содружества независимых государств, находятся в состоянии войны в Тружестве. Это нормальный объявление, по-моему, в мировой практике такого не было. И это не делает чести для Содружества. Я об этом говорил в Ашхабаде 24 декабря во время нашей встречи. Я об этом говорил сегодня во время этой встречи глав государства. Но, значит, там состоялся обмен мнениями, и в результате по предложению председателя СНГ, президента России, Борисенкова Ильцина, было принято заявление по этому вопросу. Я говорил и говорю, что эта война бесперспективная. Надо положить конец этой войне. 20% территории Азербайджана оккупированы азербайджанскими, уважаемыми, по-моему, нормальными. Ну, согласиться с этим нельзя. И добиться таким путем каких-то целей, которые поставлены определенными кругами перед собой, невозможно. Я по этому вопросу обращался к главу государства, обращался к Борису Николаевичу Ельцеву. Я надеюсь, что заявление, которое принято главами государств сегодня, кстати, впервые в истории существования СНГ, принято такое заявление. Оно должно помочь, тем более, что там зафиксировано, что руководители Армении и Азербайджана заявили о прекращении огня, о прекращении военных действий. Мы готовы в любое время прекратить огонь. Мы подвергаемся агрессии. Война идет на территорию Азербайджана, а не Армении. Допускать этого нельзя. По всякому случаю, мы делаем и будем делать все для того, чтобы прекратить огонь. Но условие такое, что из оккупированных земель Азербайджана армянские вооруженные граждане должны идти. Я надеюсь, что нынешнее заявление главы государства СНГ поможет нам в решении этого вопроса. Прежде чем ответить на конкретный вопрос, я вынужден сделать одно уточнение. Потому что есть ошибка в постановке вопроса. И, кстати, в постановке вопроса даже гуманалиста. Дело представляется так, что в СНГ существует два государства, которые воюют между собой. Этого нет. Война происходит между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. По конфликту Нагорного Карабаха принято более десятка международных документов на уровне Совета безопасности ООН, три резолюции, три заявления, десятка, где около десятка документов в СГСе, заявлений ЕС, и ни в одном этом международном документе Армения не признана воюющей страной. Я это отвергаю категорически и со всей ответственностью. Это во-первых. Во-вторых, есть конкретные планы урегулирования Нагорного Карабахского конфликта. План СБСЕ, который был принят со стороны Армении и Нагорного Карабаха и был отвергнут со стороны Азербайджана. Есть план российский, который принимается, опять же, со стороны Армении и со стороны Нагорного Карабаха и отвергается со стороны Азербайджана. Сегодня СНГ приняло заявление по поводу этого конфликта, который является своего рода мандатом для российского плана урегулирования этого конфликта. И суть этого плана заключается в размещении в зоне конфликта между азербайджанскими и карабахскими силами разъединительных сил СНГ. Сейчас судьба мира, судьба беженцев, судьба войны и мира находится в руках Азербайджана. Все зависит от политической воли Азербайджана. Армения и Карабах готовы буквально перед вами сейчас за этим столом подписать то соглашение, которое готовила Россия. Продолжение следует...